Техническое описание кода неисправности OBD2, производительность системы рециркуляции выхлопных газов, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Ford, Dodge, GMS, Chevrolet, Mercedes, VW и т.д. Хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, наличие сохраненного кода P2413 означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил неисправность в системе рециркуляции отработавших газов, EGR. Система рециркуляции отработавших газов, используемая в автомобилях, оснащенных OBD2, предназначена для снижения выбросов оксида азота в выхлопных газах двигателя, он состоит из клапана EGR с электронным управлением, который открывается с помощью сигнала напряжения от PSM, когда он открыт. Часть отработавших выхлопных газов двигателя может повторно попасть в индукционную систему двигателя, где в качестве топлива сжигаются избыточные пары NOX. Существует два основных типа системы EGR, используемых в современных автомобилях и легких грузовиках, они линейные и вакуумные диафрагмы, любой тип разработан с несколькими отверстиями, которые пересекаются в одной камере, одно из отверстий снабжено поршнем, который плотно закрывает его. Когда не требуется открывать, клапан расположен таким образом, чтобы при открытии поршня выхлопные газы могли проходить через камеру рециркуляции отработавших газов и входить во впускной канал и, обычно это достигается либо с помощью выхлопной трубы EGR, либо с помощью расширенного впускного канала. Линейная система рециркуляции отработавших газов открывается с использованием одного или нескольких электронно управляемых соленоидов, которые контролируются PSM, когда PSM распознает определенную нагрузку на двигатель, скорость транспортного средства, обороты двигателя и температуру двигателя. В зависимости от изготовителя транспортного средства, клапан EGR открывается до желаемой степени, клапан вакуумного диафрагменного типа может быть немного более сложным, так как в нем используется электромагнитный клапан с электронным управлением для отвода вакуума на впускном клапане EGR. Соленоид, как правило, поставляется с вакуумом на одном из двух отверстий, когда PSM подает команду на открытие электромагнитного клапана, разрежение будет проходить через клапан и достигать клапана EGR, открытие клапана до желаемой степени, когда клапан EGR открывается по команде, PSM контролирует работу системы EGR, используя несколько различных методов, некоторые производители оснащают свои автомобили специальным датчиком EGR. Наиболее распространенным типом датчика рециркуляции отработавших газов является датчик рециркуляции отработавших газов с обратной связью по процессу DPF и, когда клапан EGR открывается, выхлопные газы поступают в датчик через высокотемпературные силиконовые шланги, другие производители автомобилей используют изменение давления воздуха в коллекторе MAP и температуры воздуха в коллекторе MAT для контроля производительности EGR, Когда PSM подает команду на открытие клапана EGR, если он не видит желаемой степени изменения датчика EGR или датчика MAP, MAT, будет сохранен код P2413 и может загореться индикаторная лампа неисправности, симптомы и тяжесть. Это код, связанный с выбросами, который может быть решен в любое удобное для вас время, симптомами кода P2413 могут быть, снижение эффективности использования топлива, наличие других связанных кодов EGR, сохраненный код световой индикатор неисправности, причины. Возможные причины для этого кода двигателя включают в себя, неисправный датчик EGR, неисправный датчик MAP, MAT, плохой клапан EGR, выхлоп утечки, треснувшие или разрушенные вакуумные линии, обрыв или короткое замыкание в цепях управления EGR или датчика EGR, диагностические и ремонтные процедуры. Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVO-M, ручной вакуумный насос, в некоторых случаях, и руководство по обслуживанию транспортного средства, или его эквивалент, для диагностики кода P2413. Я обычно хотел бы начать свой диагностический процесс с визуального осмотра проводки и разъемов, связанных с системой, при необходимости отремонтируйте или замените замкнутые или разомкнутые цепи, подключите сканер к диагностическому разъему автомобиля и получите все сохраненные коды неисправностей и доступные данные стоп-кадра. Мне нравится записывать эту информацию, потому что она может оказать большую помощь, если окажется, что это прерывистый код, теперь очистите коды и протестируйте автомобиль, чтобы проверить, сбрасывается ли P2413. Помните, что для сброса кода этого типа может потребоваться несколько циклов привода, чтобы установить, что вы исправили условия низкой производительности EGR, вам необходимо разрешить PSM пройти процедуру самотестирования и войти в режим готовности OBD2. Если PSM входит в режим готовности без сброса кода, система работает в соответствии с командой, транспортное средство также подготовлено для федеральных обязательных испытаний на выбросы, когда PSM находится в режиме готовности. Если код сброшен, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию транспортного средства, чтобы определить, каким типом системы рециркуляции отработавших газов оснащен ваш автомобиль. Чтобы проверить клапан рециркуляции вакуума с диафрагмой, подключите сканер к диагностическому порту и вытяните поток данных. Сужение потока данных для отображения только соответствующих данных даст более быстрый ответ. Подсоедините шланг ручного вакуумного насоса к вакуумному порту EGR, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу с трансмиссией в парке или в нейтральном положении, наблюдая за соответствующими данными на дисплее сканера. Медленно включите ручной вакуумный насос, двигатель должен заглохнуть из-за чрезмерной активации EGR на холостом ходу, а соответствующий датчик E, должен показывать ожидаемую степень изменения, если двигатель не глохнет при снятом вакуумном насосе, подозревайте, что у вас неисправный клапан EGR или засорены каналы EGR, забитые проходы EGR чаще встречаются в автомобилях с большим пробегом, вы можете снять клапан рециркуляции отработавших газов и запустить двигатель. Если двигатель издает громкий звук сосания и глохнет, возможно, клапан EGR неисправен, если двигатель не показывает изменений, если не установлен болт EGR, вы, вероятно, забили проходы EGR, на большинстве транспортных средств вы можете относительно легко очистить углерод от проходов системы рециркуляции отработавших газов, линейные клапаны EGR должны приводиться в действие с помощью сканера, но проверка проходов EGR является такой же, Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию автомобиля и используйте DVO-M для проверки уровней сопротивления в самом клапане EGR, если клапан окажется в пределах спецификаций, отсоедините соответствующие контроллеры и проверяйте цепи системы на сопротивление и целостность. Дополнительные диагностические замечания Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов встречается гораздо реже, чем засоренные каналы или неисправные датчики рециркуляции отработавших газов, системы, предназначенные для подачи газов EGR в отдельные баллоны, могут вносить вклад в коды пропусков зажигания, если проходы засоряются.